День Дня Отца День Дня Отца Это то, что мы будем с вами изучать. И это как раз подошло под тему Дня Отца. И поэтому сегодня мы совмещаем и праздничную тему, и тему, которую мы по очереди проходим к Ефесянам. Хотел бы начать сегодняшнюю проповедь с цитаты, цитаты не из Библии, а цитаты короля Эдварда VIII, который был королем Великобритании. Он стал им в 1936 году, и в 1957 году он сказал следующую фразу. По крайней мере, эту фразу приписывают ему. Он сказал, «Больше всего меня впечатляет в Америке то, как родители подчиняются своим детям». С иронией сказано, но в какой-то степени это правда. И вот сегодня мы все-таки поговорим о подслушании и подчинении. Больше всего меня впечатляет в Америке то, как родители подчиняются своим детям. И, к сожалению, по крайней мере, с точки зрения пастырского взгляда, я вижу, что с годами ситуация не стала лучше, а наоборот она стала только хуже. И как пастыр я вижу эту проблему постоянно. И даже в церквях, и даже в нашей церкви она просачивается со временем, где не дети подчиняются родителям, а родители подчиняются детям. И вот поэтому сейчас, если у нас есть возможность высветить этот график, я хотел бы, чтобы мы поняли, что на самом деле у нас все наоборот. Не дети в обществе подчиняются родителям, а родители. Но в церкви мы видим, что это совершенно по-другому, что в семье, которая исполнена Духом Святым, в верующей семье, на самом деле дети должны подчиняться родителям. Реальность в том, что то, как это сегодня пропагандирует мир, той Америкой, которой восхищался Эдвард Восьмой, это не библейский порядок в семье. Есть определенный библейский порядок в семье. И этот порядок – дети повинуйтесь своим родителям, а не родители повинуйтесь своим детям. И как я сказал, мы продолжаем изучение письма апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, первых четыре стиха. И нам важно понять контекст этих четырех стихов, потому что если мы будем на них смотреть только в коротком отрывке, вот эта общая картина, она теряется. Эти четыре стиха говорят о семье, об отношениях в семье. Но на самом деле эти четыре стиха – это продолжение более широкого отрывка. Последняя часть пятой главы, которую мы уже изучили, и первая половина шестой главы, они все сводятся к одной основной теме. И эта тема – быть исполненным Духом Святым. Исполненным Духом Святым – это написано к Ефесянам, пятая глава, восемнадцатый стих. Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь Духом. Исполнение Духом. Наполняйтесь, исполняйтесь Духом. И в результате этого исполнения Духом двадцать первый стих говорит о том, что у нас будет обоюдное подчинение или повинование друг другу. Мы будем, в английском написано to submit one another – подчиняться друг другу. И потом апостол Павел несколько отрывков в своем письме приводит пример, как это выглядит в разных аспектах нашей жизни. Он начинает с отношений между мужем и женой. Он говорит о семье. Вот как исполненная Духом семья будет демонстрировать свои отношения между мужем и женой. И теперь в этих четырех стихах он говорит о том, как родители и дети должны иметь определенные отношения в семье, которая является верующей семьей, семья, которая исполнена Духом Святым. И чуть позже, не завтра, а в следующее воскресенье, мы будем смотреть о том, как это выглядит в наших рабочих отношениях вне семьи. Мы будем смотреть на то, как благодать Божья меняет не только отношения между мужем и женой, не только отношениями между родителями и детьми, а также и отношениями с сотрудниками, с боссами в бизнесе, между хозяевами и работниками или их слугами, если мы видим, смотрим на контекст того времени. И сегодня мы фокусируемся на том, как Божья благодать, как исполнение Духом Святым меняет или влияет на отношения родителей и детей, отцов и детей. Когда ты живешь в семье, в доме, который на самом деле водим Духом Святым, это будет видно, будут богобоязненные и богопрославляющие отношениями между членами этой семьи. И поэтому давайте посмотрим вместе с вами, как это может выглядеть или как это должно выглядеть в реальности. Откроем текст Священного Писания, Ефесянам, 6 глава, с 1 по 4 стих. Дети, будьте послушны своим родителям в Господе. Это ваш долг. Почитай отца и мать, это первое повеление с обещанием, чтобы тебе жить благополучно и долго на земле. Отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господа. Эти 4 стиха можно спокойно сделать в 4 проповеди, но сегодня мы широким таким обзором посмотрим на несколько ключевых моментов. Прежде всего, апостол Павел повелевает детям подчиняться своим родителям. Мне кто-то сказал, что жалко, что дети будут на воскресной школе в этот момент, да? Но ничего страшного. Для этого есть YouTube, и я думаю, что мы как-нибудь к этой теме вернемся. Ну, интересно, что Павел говорит о том, что это повеление, оно цитируется с 5 заповедью, и он упомянул в том, что эта заповедь, она также заповедь, которая имеет обещание определенное. И на самом деле там есть еще дополнительные обещания, но эти обещания были привязаны конкретно к израильскому народу, но в широком смысле это действительно заповедь, которая привязана к определенному обещанию. Мы чуть-чуть поговорим с вами. Есть повеление с обещанием, есть результаты исполнения этого повеления. Если вы помните, мы несколько лет назад проходили с вами 10 заповедей, и 10 заповедей можно разделить на две части. Первая часть, или первая половина, это 4 заповеди, и вторая половина 6 заповедей. Первых 4 заповеди, они показывают, что значит любить Бога. Что значит любить Бога? То есть, когда мы любим Бога, это проявляется определенным образом. То есть, у нас нет никого другого на этом же уровне, как и он, мы не ставим других богов на это место в своей жизни, мы не ставим идолов в своей жизни, потому что мы поклоняемся Богу, мы не используем его имя зря, мы не клянемся им как доказательством чего-то, и мы также соблюдаем субботний день. Мы знаем, что Христос наша суббота, но мы храним этот день и отдых, и пребывание во Христе. То есть, вот эти 4 заповеди, они показывают состояние сердца, как это выглядит проявлять любовь к Богу, любить его всем своим сердцем, всем своим разумом, всем, что у тебя есть. Вторая половина 10 заповедей, это половина, которая проявляется, как служить или как любить своего ближнего, как проявлять любовь не только к Богу, но и к своему ближнему, к человеку, сидящему слева и справа от тебя, к твоему соседу, к твоим друзьям, в твоей семье. И вот эти 6 заповедей во второй части, они говорят о том, что почитай своих родителей, своего отца и мать, потом не убивай, или do not murder в английском языке. Мы говорим о том, что нужно соблюдать святость супружеских отношений, не прелюбодействовать, не красть, быть честным, и не завидовать, и не пытаться завладеть тем, что тебе не принадлежит. Здесь фокусируются, в этих 6 заповедей, на отношениях с другими. Если мы любим Бога, и мы любим людей, то вот как это будет проявляться через эти заповеди. И поэтому, когда мы говорим об основополагающих заповедях, мы говорим о, в первой части, это то, что мы любим Бога, и во второй части основополагающая заповедь, это почитание родителей, или почитание отца и матери, или почитание власти, которую Бог поставил в твоей жизни. Все остальное отталкивается от этих двух вещей в этих двух категориях. Ну, например, если ты почитаешь отца и мать, то ты не будешь становиться убийцей, ты не будешь использовать неправильные слова или совершать какой-то грех, потому что это также откладывается на них, это влияет на их репутацию, это вне того, что они хотят для тебя, это вне их воли в твоей жизни. Ты не будешь становиться вором, ты не будешь наговаривать на людей, ты не будешь обманывать или демонстрировать какую-то алчную корость по отношению к вещам, которые тебе не принадлежат. Когда мы почитаем власть семьи, которую Бог поставил в твоей жизни, то эти вещи будут вытекать. Наше поведение, наше отношение, оно будет проявляться таким образом. И поэтому почитание родителей, оно является фундаментальным для всех других отношений в твоей жизни. Оно начинается с раннего возраста. И когда апостол Павел говорит к детям, он говорит или использует слово, которое на самом деле не используется только к маленьким детям. Это слово, оно описывает как и маленького ребенка, так и отрока, как и подростка, так и молодого человека, который еще находится под властью своих родителей, под авторитетом своих родителей, который живет со своей семьей, который зависит от них финансово, который является частью этой семьи. Поэтому это слово или это повеление, оно относится не только к детям в воскресной школе, оно относится и к более взрослым, к более взрослым детям или людям, у которых есть родители. Поэтому, если это относится и к более взрослым детям или к людям, которые есть родители, а у нас у всех есть родители, может быть, они сейчас в вечности, может быть, семейная ситуация другая, но у всех у вас есть или были папа и мама в какой-то период вашей жизни, да, поэтому это относится в какой-то степени и к нам, и мы видим на основании этих четырех стихов, что мы должны почитать и слушаться, то есть мы должны повиноваться и почитать, и это похожих два слова, но они не значат одно и то же, они отличаются в своем значении. Когда речь идет о повиновении, когда речь идет о послушании, речь идет о том, что ты должен, как ребенок, слушаться своих родителей во всем, единственное исключение, это если то повеление от родителей, которое приходит к тебе, является греховным. Если Писание чисто говорит об этом и говорит, что это грех или это нельзя, или это противится воле Божьей, а твои родители говорят тебе это делать, это единственное исключение, и я надеюсь, очень редкое, которое имеет место, чтобы ты не повиновался воле родителей в твоей жизни. Ты обязан слушаться и почитать их, и мы знаем, что это так, потому что Божий закон, он выше человеческого закона, Божья власть, она выше человеческой власти, и поэтому, когда происходит конфликт между Божьим законом и человеческим законом, мы исполняем Божий закон, а не человеческий закон. Если мы этого конфликта не видим, то во всех остальных ситуациях мы обязаны исполнять те правила, тот закон, той власти, которую Бог поставил. И, друзья, это относится не только к детям, это относится к многим другим аспектам нашей жизни. То, как мы платим налоги, то, как мы честно отдаем кесарю кесарева, то, как мы исполняем те правила общества, в котором мы живем. Если это не противоречит Божьему закону, то мы, как христиане, обязаны быть самыми законопослушными людьми, потому что Бог разрешил этой власти иметь место. Он поставил эту власть. И я понимаю, что для многих людей, которые выехали с бывшего Советского Союза, обмануть государство считалось негреховно. Это как бы безбожная власть, они что хотят, что делают, заводов из фабрик не воровали, а достали или имели связи. Я понимаю, что жизнь была другая, и люди как-то выживали в этой атмосфере. Но, друзья, христианин – это законопослушный власть, почитающий человек, потому что Бог поставил эту власть. И это прежде всего начинается с семьи, начинается в воспитании детей, которые учатся слушать эту власть и почитать ее. И потом, когда они вырастают, у них появляется этот навык, эта привычка, эта возможность быть послушными власти и в будущем. Поэтому, если мы не имеем конфликта между Божьим законом и законом человеческим, если нет яркого конфликта между Божьей властью и властью в твоей жизни, пусть это власть мужа или жены, или родителей, или детей, или власть законов, общества, в котором мы живем, мы обязаны, не просто было бы неплохо, мы обязаны следовать этим законам, правилам и власти. Это речь идет о послушании или повиновении. Когда мы говорим о почитании, это намного более шире требования. Почитание не заканчивается тогда, когда ты уехал из родительского дома. Почитание не заканчивается в 18 лет, когда ты больше там не живешь, например, как некоторые. То есть послушание во всех практических вопросах, оно может выглядеть совершенно уже по-другому. Мы понимаем, что 50-летний сын не слушается своего 80-летнего отца так, как мы ожидаем от 12-летнего сына слушать своего отца. Правда? Это уже взрослый, зрелый человек, это личность, которая способна и должна принимать свои решения. Было бы ненормально, если бы мы в 50 лет бегали к папе за каким-то решением. Что-то не так. Но в целом, если ты находишься под властью этой семьи, с которой ты живешь, от которой ты зависишь, то ты должен повиноваться и ты должен почитать. Когда ты выезжаешь из этой семьи, когда ты становишься более независимым, послушание начинает исчезать, послушание начинает менять свою форму, но почитание остается. Почитание не отменяется. Ты все равно уважаешь, ты все равно говоришь положительно, ты оказываешь какое-то внимание. Это часть почитания своих родителей. Интересно или важно отметить, что когда мы говорим о почитании родителей и послушании, мы должны четко понимать, что это послушание и почитание по-настоящему может происходить только в человеке, который действительно является рожденно свыше человеком, наполненный или исполненным Духом Святым. То есть весь этот отрывок, он относится к людям, которые исполнены Духом Святым. Это верующие люди, рожденные свыше, исполненные Духом Святым. И вот как это проявляется в их жизни. Это значит, что ты верующий человек, рожденный свыше христианин. И, к сожалению, многие родители думают, что только потому, что их ребенок в 7 лет помолился и сказал, я хочу принять Иисуса в свое сердце, то он является рожденным свыше христианином. Это не так. Только потому, что кто-то сказал какие-то слова, или он находится в эмоциональном состоянии, где он сожалеет о чем-то. Это не значит, что его сердце трансформировано Богом, и он является новым существом. Это неотъемлемая часть, говоря о покаянии. Это неотъемлемая часть, но должно произойти вот эта трансформация сердца, которую делает только Бог. Настоящая трансформация, настоящее рождение свыше, настоящее покаяние, оно всегда приводит к определенным плодам, которые ты можешь видеть в жизни человека. Если твой ребенок покаялся, но потом погряз во всех греховных сферах своей жизни, в зависимостях, сожительствуют, наркотики, в зависимости от алкоголя и так далее и тому подобное, то у меня был бы очень реальный вопрос, насколько трансформация у этого ребенка произошла в жизни, где плод этого покаяния, что происходит с этим человеком. Поэтому, когда мы говорим о рождении свыше, это будет обязательно видимая часть. Вдумайтесь в это. Этот человек был мертвый, а сейчас он живой. Невозможно не увидеть разницу между мертвым духовным человеком и живым, рожденным свыше христианином. Да, они могут быть незрелыми. Да, они могут еще бороться с какими-то зависимостями своей жизни. Да, они будут продолжать грешить до конца своей жизни. Да, они не всегда будут с радостью повиноваться своим родителям. Они не всегда будут правильные решения принимать. Но у них будет чувство в сердце, которое дает Дух Святой о том, что это грех. Они будут сожалеть об этом. Они будут каяться в этом. Они будут проходить эти изменения. Они будут хотеть жить не по своим правилам, но по правилам, которые дает Бог. Они будут чувствовать эту радость хотя бы периодически, которым они призваны чувствовать все время или ощущать это все время. Они захотят расти во Христе, познавать Его больше, изучать Слово. И это будет показываться, трансформироваться в их жизни. Они будут все больше и больше слушать, быть послушными и почитать своих родителей. Почему? Потому что это есть симптомы исполнения Духа. Это то, как проявляется исполненная Духом жизнь ребенка. Поэтому, друзья, на долгосрочной перспективе это плод покаяния. Это результат, который видимый. Это результат исполнения Духа Святого. Поэтому послушание и почитание родителей – это результат исполнения Духа Святого. Духом Святым – это та трансформация, которая происходит в жизни верующего ребенка. Ребенка, который понимает, кто есть Бог и что есть грех. И поэтому первое, о чем мы говорили с вами, говоря о том, что Божья благодать изменяет родителей и детей – это то, что исполненные Духом дети должны слушаться и почитать своих родителей. Это обязанность, это приказ, это не опция, это инструкция. Дети, которые исполнены Духом Святым, они обязаны слушаться своих родителей и делать это с радостью. С радостью. Есть большая разница между, ну да, опять меня достали, я сейчас это сделаю. Ну окей, ладно, да сколько же можно. Как я не люблю это делать, как я не хочу этого делать. Это совершенно отличается от того, что я это сделаю с радостью. И делать это не только тогда, когда мне кажется, что я прав, или тогда, когда родители мне дают правильные инструкции. И то, что они мне говорят, оно как бы makes sense, да, я с этим согласен. Нет. Мы должны повиноваться во всех случаях, тогда, когда это не греховно. И это включает даже тогда, когда нам кажется, что это глупая инструкция. Зачем это делать? Это не имеет никакого смысла. Отношение ребенка должно быть такое приблизительно. Я хочу почитать Бога, в Которого я верю. И в результате этого Он, в результате моей веры по Божьей благодати, Он спас меня от наказания, которого я заслужил. По Его благодати. И теперь я с радостью буду подчиняться той власти, которую Он поместил в мою жизнь. Родители, полиция, налоговая, в конце концов. Кто-нибудь радуется, когда налоговая служба к ним приходит, или нужно платить таксу, нет? У меня с этим проблема, каюсь сразу, да. Но это тоже власть, которую Бог разрешил и поместил. Да, там ее можно реформировать, менять, не соглашаться. Понятно. Но это власть, которую Бог разрешил иметь место над моей жизнью. И опять же, это начинается с семьи. Начинается с семьи, даже когда ты не согласен с тем, что тебе говорят папа и мама. Даже тогда, когда ты не видишь в этом смысла. Даже когда это несправедливо. У кого из вас есть дети? Поднимите руку. А вы когда-нибудь слышали от своих детей? Борис, это нечестно, это несправедливо. Кто не слышал такого? Когда-то. Не слышали? Вообще не слышал. Слушай, самые праведные дети, да. Да, воспитательный процесс включается, да. Но большинство детей, кроме детей Саши, они думают таким образом, да. Они думают, ну это же несправедливо, это неправильно, это, ну как так может быть? Я не хочу этого делать. А почему я это должен делать? А он или она этого не делают? А, есть еще одна цитата Марк Твена. Посмотрите, что он сказал. Когда мне было 14 лет, мой отец был настолько невежественным, что я едва мог выносить его присутствие. Но когда мне исполнился 21 год, я был поражен тем, как многому он, отец, научился за 7 лет. Какой подросток не думает, что он умнее своих родителей? Он же все знает. Он, 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 у него все есть, у него все понимание, он знает ответы на все, на всю жизнь. Он самый умный. Но потом проходит 5, 7, 10, 20 лет, и он начинает понимать, что оказывается, родители все-таки что-то понимали. Может быть, они не так соображали в технологиях, может быть, они не так понимали последние тренды, но какое-то понимание мудрости у них есть. И происходит вот такая же реакция, как у Марк Твена. Оказывается, вот что-то он изменился за 7 лет, просто парадокс. Да, это сарказм, потому что в 14 лет ты знаешь все. Так вот вопрос. В какой момент ты становишься ребенком или молодым человеком, который уже не подчиняется родителям и который может выходить из власти, которую Бог поставил над тобой, говоря о родителях. Когда прекращается власть подчинения отца и матери, есть очень простой тест. Если у тебя есть проблема с подчинением своим родителям, ты не готов уходить под их авторитетом и под их властью над собой. Ты не готов. Если у тебя есть проблема с этим, то ты не готов. И вот здесь, друзья, очень важно понимать, что отношение к каждому ребенку, оно абсолютно уникальное и разное. И поэтому, когда мы как общество говорим, все, тебе 18, ты абсолютно независим теперь, это неправильно. Потому что в 18 лет он может быть совершенно незрелый. Он еще не научился ни уважать родителей, ни слушать как власть в своей жизни. Он не почитает ни Бога, ни родителей, ни власть вообще. То есть, когда мы его, ну, грубо говоря, выгоняем из дома, он этот же самый принцип, это же самое понимание будет применять и в обществе. Но когда мы видим, что этот ребенок нуждается в принятии в каких-то своих индивидуальных решений, мы видим, что он уже начинает справляться тем, что кто-то над ним в его жизни стоит. И он должен принимать эти инструкции, принимать эту власть, принимать эти решения. И да, он не идеален, но он начинает учиться этому. Вот тогда это один из симптомов или показатель того, что он теперь может быть независимым. Потому что всегда над нами есть какая-то власть, прежде всего власть Божья. А когда речь идет о возрасте, 18 или 21, это просто цифра, которая привязала наше общество к нашим детям. Это может быть раньше, это может быть позже. В зависимости от их зрелости. Когда мы послушаемся нашим родителям, мы подемонстрируем этим, что мы подчиняемся авторитету Иисуса Христа в нашей жизни. И когда это по-настоящему происходит, тогда ты готов действительно быть независимым от своих родителей. И обратите внимание, послушание может перестать иметь место, потому что теперь ты от них независим, ты живешь отдельно, у тебя карьера, может быть семья к тому возрасту. Но почитание родителей, оно не перестает иметь место быть. Потому что почитание, это намного больше, чем просто чистого послушания. Потому что послушание – это действие. Выгуляй собаку, помой посуду, вынеси мусор – это действие. Я послушался, я сделал. Но когда речь идет о почитании, речь идет об отношении сердца ребенка по отношению к родителям. Делает ли это он ворча? Или делает ли это он с радостью? Делает ли это он с уважением? Как он отзывается о родителях со своими друзьями? Насколько он готов принять их авторитет в своей жизни? Это часть почитания. Даже когда ты с этим не согласен. Даже когда есть какие-то разногласия. Это отношение уважения, это отношение почитания, оно будет приводить к послушанию. А послушание без почитания – это просто механическое действие, которое ничего не изменит. Да, ты можешь заставить ребенка. Да, ты можешь сломать его волю и заставить его то делать. Но если его сердце не принимает твою власть в его жизни, оно ни к чему не приведет. Когда речь идет о противоположной стороне почитания родителей, то ты их не уважаешь. Ты их презираешь. Ты выражаешь неблагодарное сердце к ним. Ты начинаешь не повиноваться к ним. Ты не почитаешь их. И это показывает, что у тебя есть более глубокая проблема в сердце. Это проблема сердца не по отношению к твоим родителям только. Это проблема сердца по отношению к Богу, который сказал, вот как оно должно быть. Вот порядок, которому ты должен следовать. Если ты благодарен Богу за его спасение в твоей жизни, то тогда ты можешь почитать тех людей, которых он поместил над тобою для твоего благословения и для твоей защиты. И это важно помнить, друзья, когда вы говорите со своими детьми. Отцы, когда вы говорите со своими детьми, напоминайте им, что то, что происходит, это для их благословения и для их защиты. Второзаконие, 6 глава, 24 стих. Господь повелел нам исполнять все эти установления или заповеди и бояться Господа нашего Бога, чтобы мы всегда преуспевали и смогли сохранить нашу жизнь, как это и есть сегодня. Другими словами, есть последствия исполнения и неисполнения этих становлений, этих заповедей. Мы видим в третьем стихе этого отрывка, что если ты будешь почитать отца и мать, есть определенные результаты. Ты будешь долго жить. У тебя будет нормально это все. Кстати, это не обещание, это принцип, который часто или в основном имеет место, но это не гарантия. Не воспринимайте это как гарантию, как обещание. Есть разница между обещанием и принципом библейским. Но здесь написано, что есть определенные последствия. Каким же образом почитание родителей привязано к успешной и долгосрочной жизни? Ну, как мы уже сказали, если ты почитаешь родителей, то ты не будешь ввязываться в отношения с друзьями неправильными. У тебя привычки не будут появляться нехорошие. Ты не будешь проявлять зависимости в своей жизни от алкоголя, от наркотиков, от каких-то других вещей. Твой стиль жизни будет более чист. Он будет стилем жизни, который прославляет Бога. Твоя сексуальная жизнь, она будет соблюдаться в чистоте, а не в греховном проведении твоего времени. Ты будешь уважать власть, которую Бог поставил над тобой. А это значит, ты будешь следовать правилам, которые существуют в нашем мире, в нашем обществе. Это значит, что вероятность соприкосновений соприкосновений с полицией или того, что ты окажешься где-нибудь арестованным в тюрьме, это намного меньшая вероятность теперь, потому что ты соблюдаешь этот порядок, который Бог поставил в твоей жизни. Это значит, ты не будешь участвовать в перестрелках каких-то там или в каких-то разборках. У тебя больше вероятности, что твоя жизнь будет нормальная, здоровая, порядочная, успешная жизнь. Об этом говорит Писание. Это заповедь с обещанием, что есть определенный принцип, результат того, будешь ты или не будешь этому следовать. И поэтому на самом деле есть два простых выбора. Будь послушен Богу и авторитету, и власти, которую Он поместил над тобой, или же будь послушен этому миру, который находится под чьей властью? Сатаны. Не Божьей. Бог дал этому миру быть управляемым сатане. И поэтому наш выбор очень-очень простой. Мы будем послушны Богу и тем институтам власти, которые Он поставил в нашей жизни, или мы будем не послушны Богу, а будем послушны этому миру, который управляется сатаной. Интересно отметить, что Иисус Христос, будучи идеальным, святым, безгрешным, полностью Богом, полностью человеком, но тем не менее, Он был подростком, Он рос. Но даже тогда, когда Он был всегда прав, всегда идеален, всегда безгрешен, и учитывая, что Его родители не были безгрешными и не были идеальными, потому что каждый человек греховен, Он был послушным. Луки 2 глава 51 стих говорит об этом. Он возрастился с ними в Назарет и был послушен им. В английском переводе was submissive to them. Он подчинил себя под их власть и их авторитет. Вот пример для каждого человека по отношению к своим родителям. Иисус был послушен, Он лучше знал, Он был идеален, Он был безгрешен, но Он был послушен и почитал своих родителей. Поэтому, друзья, это первая и основная мысль вот с сегодняшней темы, которую я хотел бы вам задать. И очень коротко два дополнительных момента. Вторая вещь, которую я хотел бы, чтобы мы взяли из этой темы, когда мы говорим о Божьей благодати, которая меняет родителей и детей. Первое — это то, что дети должны слушаться и почитать своих родителей. И второе — это то, что отцы не должны провоцировать своих детей на гнев. Не должны провоцировать своих детей на гнев. И вот здесь нужно понять, о чем идет речь. Интересно, апостол Павел, он сначала говорил о почитании родителей, отца и матери, а потом он переключается конкретно на отцов. И говорит, «Отцы, папы, не делайте это. Не провоцируйте своих детей на гнев». Наверное, это напоминание нам, как отцам, которые более заточены на то, чтобы быть более строгими, более дисциплинированными в каких-то моментах. И понятно, что мы, как мужчины, имеем ответственность за то, чтобы семья благоустраивалась, чтобы у нас финансы были в семье, мы на работе проводим много времени. И поэтому семья остается на кого? На матерей, на наших жен. Но в христианской семье, семье, которая наполнена или исполнена Духом Святым, отцы, несмотря на то, что они делегируют ответственность в некоторых аспектах воспитания своих детей, они все равно имеют эту первоначальную ответственность, они все равно имеют эту общую ответственность своей семье по воспитаниям детей, они имеют эту подотчетность, они все равно имеют эту вовлеченность. И то, что говорит здесь апостол Павел, оно было революционно, потому что в Древнем Риме отцы имели абсолютную власть над своей семьей. Они могли делать все, что хотели. Когда ребенок рождался, ребенка приносили ему, он его мог принять, а мог от него отказаться. Он мог продать его в рабство, он мог даже его убить, и это не преследовалось законом. Отцы имели полную власть над своей семьей, над своими детьми, и именно в этом контексте апостол Павел говорит, не-не-не, родители, папы, несмотря на то, что мир говорит о том, что у вас есть абсолютная власть над этим ребенком, не провоцируйте их на гнев, не раздражайте их, не приводите их в состояние этого гнева. Так вот, о каком же гневе идет речь? Колоссянам 3 глава 21 стих объясняет это более детально. Там написано, отцы, не раздражайте ваших детей, и потом прояснение, чтобы они, ничто, не отчаялись, чтобы они не отчаивались. Вот это состояние, когда все бесполезно, что бы я ни делал, для папы все плохо, что бы я ни делал, не имеет никакого смысла, нет смысла, нет мотивации в жизни, у меня, я неудачник, у меня все не получается. Вот это состояние отчаяния, это значит, что мы, как отцы, должны применять определенные вещи в своей жизни, чтобы наши дети не приходили в это состояние. Это абсолютно не значит, что теперь дети должны всегда чувствовать себя на позитиве. Это абсолютно не значит, что мы теперь не можем наказывать детей или говорить с ними строго. Но это значит, что жизнь твоего ребенка в общем их сердце не должно быть характеризовано отчаиванием. Оно наоборот должно быть наполнено надеждой и радостью и желанием почитать родителей. Так что же мы можем делать? Как отцы приводят или раздражают своих детей до такого состояния? Вот несколько практических примеров, которые я вижу в наших семьях сегодня. Первое, это когда мы непоследовательны в том, что мы делаем. Когда мы непредсказуемы. Сегодня это одно, завтра это другое. Сегодня мы наказываем жестко за каждую мелочь. Завтра вещи, которые действительно нас заслуживают наказания, мы просто игнорируем. У ребенка получается вот такой диссонанс. Что происходит? Непостоянность. Или быть немудрым или неразумным, не принимать какие-то нормальные последовательные правила в своей жизни. Апостол Павел говорит, не используйте свою родительскую власть в жизни ребенка таким образом, чтобы это приводило этого ребенка в это состояние. Да, есть ситуации, когда ты должен сказать нет, я отец и ты должен это сделать так и вопрос закрыт. Но в общем эта власть не используется таким образом, а ребенок должен понять, что несмотря на то, что ему говорят так сделать, он чувствует любовь, он чувствует поддержку, он чувствует, что о нем заботятся, он понимает, что он принят как ребенок и как личность. Еще одна вещь, которая происходит часто, это когда мы выбираем любимчиков среди детей. Когда один ребенок может делать что угодно и как угодно, а второму ничто не проходит, потому что этот любимчик или любимица, а это нет. И да, опять же, каждый ребенок всегда чувствует, что это несправедливо, но если это действительно происходит в жизни твоей, то рассмотри это, пересмотри это. да, у каждого ребенка есть своя индивидуальная, индивидуальный характер, индивидуальная личность, и это требует индивидуального подхода к этому ребенку, но каждый ребенок должен чувствовать, что ты любишь их одинаково, что ты заботишься о них одинаково, что ты готов жертвовать для них одинаково. Да, подход может быть другой, может быть, то, как ты решаешь проблемы с ними немножко будет по-другому отличаться из-за их характера и подхода, но они не должны сомневаться в том, что ты любишь их так же, как и остальных детей. И много и другие вещи. Когда ты недоступен для своего ребенка, он может начинать чувствовать, что он не видит цели этих отношений. Когда ты нарушаешь свои обещания, и это становится тенденцией, когда ты живешь лицемерной жизнью, когда в церкви у тебя классная маска, все хорошо, мы улыбаемся, все здорово, а по дороге сюда или обратно ты ругаешься со своей женой, или в семье начинаешь разбирать какие-то проблемы, серьезные проблемы между мужем и женой, а потом своему сыну или дочери говоришь хорошо и вежливо обращайся со своими братьями или сестрами, они это все видят, они это все принимают, это не значит, что мы никогда не приводим, не делаем это неудобство, не приводим неудобство в жизнь ребенку, но это значит, что состояние их сердца не находится в отчаивании, кстати, дисциплина, о котором здесь говорится, дисциплина это слово, которое используется как больше как тренинг определенный, как определенное воспитание, это то же самое слово, которое используется в 1 Коринфянам 4 глава 14 стих, я пишу это не для того, чтобы устудить вас, нет, я хочу вас предупредить или в английском to admonish, вот это слово предупредить и его слово дисциплинировать это одно и то же, это тренинг для жизни, это назидание, которое не просто тыкает, а которое воспитывает ребенка для будущих ситуаций, это есть наша ответственность как родителей, и это приводит меня к третьему пойнту, я закончу на этом, третье, отцам поручено воспитывать своих детей в учении и наставлении Господа, ты не можешь передать своим детям то, чего у тебя у самого нет, и поэтому если ты отец не проводишь время в молитве, в писании, в тексте, если ты не живешь этим сам, как ты передашь это своим детям, как ты будешь воспитывать их в учении и наставлении Господа, это дисциплинирование, оно требует годы, это не один раз в месяц сел и поговорил о жизни, это постоянная коррекция, это постоянное назидание, это назидание, которое требует годы, это учить их, как проходить какие-то трудные периоды в жизни, это учить их быть радостным даже тогда, когда у них обстоятельства в жизни меняются, а это значит, что нужно пройти через эти обстоятельства, это учить их работать в команде или в группе с другими, когда они проходят школу или какие-то спортивные мероприятия, это учить их нормально разрешать конфликты друг с другом, чтобы они делали это правильно, это тоже требует время и обучения и назидания, научить или привить к ним возможность хорошо работать и быть трудолюбивым во всем том, во что они делают, научить их уважать авторитеты и власть, которые Бог поместил в их жизни и в конечном счете научить их уважать и почитать ту власть, которую Бог тебе дал в результате всех этих вещей, которым ты уже их обучаешь и по мере того, как они взрослеют, ты начинаешь отпускать все больше и больше правил и давать им все больше и больше свободы принятия решений, чтобы они сами индивидуально учились это делать и когда они грешат, ты говоришь о том, что это грех, ты учишь их принимать ответственность за свои действия и поэтому, когда ты назидаешь детей, мы делаем это с любовью и с переживаниями для них, друзья, друзья, вот что значит воспитывать их в учении Господа. Есть цель этому воспитанию. Колоссянам 1 глава 28 стих, мы возмещаем о нем, наставляя и уча каждого человека, мы используем всю мудрость, чтобы сделать каждого зрелым христианином. Вот цель вашего отцовства, чтобы ребенок, которого Бог доверил под твою власть, временно в твою семью, стал зрелым христианином. Исполненным Духом Святым, почитающим Господа и в результате этого почитающим ту власть, которую Бог дал тебе в твоей семье. Пусть Господь благословит всех нас применять это в своей жизни, друзья. Пусть Господь даст нам мудрости правильно воспитывать детей, учить их почитать и слушаться власть, которую Бог поставил как в семье, так и в институтах нашего государства. Пусть Господь благословит нашу церковь в этом. Аминь. Давайте мы встанем. Если Господь призывает вас, давайте коротко в ваших молитвах. Помолитесь, и я закончу. Субтитры создавал DimaTorzok